Всем привет! В этом видео мы рассмотрим, как с легкостью конвертировать популярные типы файлов в Windows с помощью бесплатной утилиты с открытым исходным кодом FileConverter. FileConverter позволяет вам легко конвертировать такие файлы, как аудиофайлы, видеофайлы, файлы изображений и даже некоторые документы. Так что, если вы хотите конвертировать распространенные типы файлов в Windows, например, файлы mp4 в файлы mp3, или вы хотите конвертировать файлы webp в файлы png или jpg, или даже файлы pdf в файлы png, это видео будет вам очень полезно. Вы можете скачать файл-конвертер со страницы GitHub. Ссылка на нее будет в описании этого видео. Также на GitHub есть ссылка на официальный сайт этой программы. Если мы прокрутим страницу вниз и посмотрим на описание, то увидим, что это простой инструмент, который позволяет вам конвертировать и сжимать файлы с помощью контекстного меню в проводнике Windows. В этом примере показано, что вы сможете щелкнуть правой кнопкой мышки по файлу, выбрать файл-конвертер и преобразовать его в другой тип файла. Именно это я и покажу вам в этом видео. Для скачивания программы прокрутите страницу вверх и в разделе «Релиз» щелкните по последней версии, после чего щелкните по файлу установщика файлу конвертера для его загрузки. После завершения загрузки запустите мастер установки. В установке файл-конвертера нет ничего сложного. Тут просто нажмите «Next», примите условие и нажмите «Next», «Next», а затем просто установите его, как любую другую программу. После того, как пройдет процесс установки, нажмите «Finish». Дальше давайте рассмотрим, как использовать файл-конвертер на примере подготовленной папки с разными типами файлов. Чтобы использовать файл-конвертер, в Windows 7, 8 и 10 вы можете просто щелкнуть правой кнопкой мышки по файлу, который хотите преобразовать. В Windows 11 после щелчка правой кнопкой нажмите «Показать дополнительные параметры». Либо при щелчке по файлу удерживайте «Shift», чтобы сразу показать старое контекстное меню. В контекстном меню выберите файл-конвертер. Тут вам будет предложено несколько вариантов других форматов файлов, в которые вы можете преобразовать этот конкретный файл. Так как это файл MP3, я могу преобразовать его в файл WAV. При нажатии на желаемый формат откроется это окно, в котором будет показан процесс преобразования. И по его завершении, что преобразование завершено. Внутри той же папки появился новый файл с теми же данными, но с другим типом файла, в который я его только что преобразовал. Если вам нужно преобразовать несколько файлов одного формата, вы можете это сделать, выделив нужные файлы. И точно так же через контекстное меню выбрать нужный формат. Если выбрать файл MP4 и перейти в меню файл-конвертер, вы увидите, что здесь много разных опций. В том числе вы можете уменьшить качество видео или изменить масштаб, что так же уменьшит размер файла. Вы можете преобразовать видео файл не только в видео другого формата, но так же конвертировать его в GIF или даже в аудио файл. По сути просто извлечь звук из видео. Таким же образом мы можем конвертировать файлы изображений, такие например как JPG. Точно так же мы можем их преобразовать например в PNG или WebP. И именно это я нахожу в этом приложении самым полезным. Потому что во многих случаях мы получаем файл WebP. А не все программы умеют с ним работать. Как видите это файл WebP. И расширение так же говорит, что это файл WebP. Если я щелкну правой кнопкой мыши по нему и выберу конвертер файлов, я смогу преобразовать этот файл в файл PNG или JPG. Я преобразую его в JPG для примера. В результате он будет сохранен как файл JPG в том же каталоге. Так что это одно из основных применений, для которого я собираюсь использовать этот конвертер файлов. До этого я конвертировал их через GIMP, что намного дольше. Так же вы можете конвертировать файлы PDF в PNG. Каждая страница PDF преобразуется в отдельное изображение. Но только если в нем есть изображение. Текст не хочет превращаться в картинку. Так же вы можете преобразовывать документы из офиса. Но для этого необходимо установить и активировать Microsoft Office. При конвертации файлов используется множество предустановок. Но их, если нужно, можно изменить. Для этого щелкните правой кнопкой мышки по нужному файлу и в конвертере файлов выберите настройку предустановок. В результате откроется окно, в котором вы сможете настроить предустановки по своему желанию. Тут вы можете выбрать качество, каким будет масштаб, качество звука, в зависимости от типа файла, который вы конвертируете. Так же в этом окне в разделе приложения вы сможете выбрать язык приложения. Можете изменить максимальное количество одновременных преобразований. Можете включить автоматическое закрытие окна после завершения преобразований. Также тут находится опция включения автоматической проверки наличия обновлений. И опция копирования файлов в буфер обмена после преобразования. После всех нужных настроек не забудьте нажать сохранить. Конечно же существует еще множество программ, которые могут конвертировать. Но как по мне из всех конвертеров файлов, которые я использовал до этого, файл конвертер действительно лучший и самый удобный. Если вы получили какую-либо пользу от этого видео, пожалуйста поставьте ему лайк и подпишитесь на канал. Увидимся в следующем видео. Пока.